Продолжение следует... А вот масштаб предотвращенного бедствия. Изъято свыше 155 килограммов наркотического средства «Мефедрон» и более 10 килограммов наркотического средства «Йодкетон». Все это особо крупный размер. Используя интернет-магазин, произведенное наркотическое средство направлялось в различные города Российской Федерации с целью последующей продажи через тайники-закладки. Оперативники изъяли более 1 миллиона денег, заработанных на изготовленном наркотике. Уголовное дело, расследуемое в Следственном управлении регионального ОМВД, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд. Наказание за совершение указанных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Уже в этом 2023 году Второй Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор 16-летней жительнице Твери, обвиняемой в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма или пропаганде терроризма. Дело расследовалось в Заволжском международном следственном отделе города Твери регионального СК. Ответственность за данное деяние наступает в 16 лет. В связи с этим Следственный комитет призывает внимательно относиться при просмотре видеозаписи или изображений, а также содержащие сцены жестокого обращения с людьми, связанные с применением насилия или сцены военных действий, побуждающих к экстремизму или терроризму. Сотрудники Следственного комитета предупреждают, терроризм представляет серьезную угрозу общества. В последнее время угроза растет, и в этом велика роль интернета. Через интернет легко убедить потенциальных сторонников в прочности своих позиций, посредством роликов, различной символики и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться на всякие разные провокации. И помните, что даже порой это кажется довольно безобидным выражением общественного мнения, но может повести к плачевным последствиям и к уголовной ответственности. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел совещание по актуальным вопросам работы территориальных следственных подразделений по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью. На встрече присутствовали руководители управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко, сотрудники Центрального аппарата ведомства, а также старшие помощники руководителей региональных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Председатель Следственного комитета напомнил о необходимости в первую очередь обращать внимание на публикуемые материалы о преступлениях в отношении детей, о жилищных проблемах людей, о недостатках в сфере лекарственного обеспечения, нарушениях прав социально незащищенных категорий, детей-сирот, детей-инвалидов, а также участников долевого строительства. Также Бастрыкин подчеркнул важность оперативного взаимодействия с жителями регионов, потребовав исключить волокиту и формализм при рассмотрении их обращений. Бастрыкин положительно оценил работу в информационном пространстве следственных управлений ряда регионов страны, в том числе Следственное управление по Тверской области. 12 марта сотрудники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник. Концерт, организованный в исправительной колонии номер один, был приурочен не к этой дате, но вполне мог стать достойным подарком всем сотрудникам службы. Музыкально-танцевальной сказкой с начальником колонии Владиславом Лапиным в роли царя-батюшки мужчины из правительного учреждения поздравили сотрудниц женщин с первым весенним праздником. Концерт получился необыкновенным. По мастерству исполнения, манере подачи и весенне-сказочному настрою. Мы вас любим! С праздником! Надеюсь, что мы вам дали немножко весеннего настроения. Весенний! У нас колонии, у нас колонии, 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 у нас колонии! Спасибо большое! У瞬ся, урага! Продолжение следует...